Сегодня я отвечу на множество вопросов. Почему произошел дизбанг команды? Сколько стоил новый состав? Как мы подписали Аврору? И какие обновления ждут серверы Собиршок? Спасибо каждому за лайк, это очень сильно поможет в продвижении ролика. Ну а мы приступаем к первому пункту. Дизбанг команды. Очень неприятное слово и, к сожалению, мы к этому прибегли. Что могу сказать? Мы 8 месяцев играли в этом ростере, все было печально, но именно в конце, когда мы уже задумались о том, что надо все переделывать, ребята начали заигрывать. Да, мы, конечно же, делаем этот дизбант на пике, но как будто наши амбиции, как будто наши планы не стакаются с тем, что происходило в этом ростере. Нам нужно что-то было менять. Мы могли сделать точные замены, заменить одного игрока на второго, купить кого-то, но это все как будто ничего бы не поменяло особо. Нам нужно было делать что-то очень крупное, очень смелое. И единственное, что приходит на ум, это, конечно же, дизбант. Распустить весь состав и начать все с нуля. У нас остался только один игрок. Это феномен. У нас минус 4. И что я могу сказать? Я бы хотел с ними пообщаться. У нас запланированный созвон за месяц до. Мы пообщаемся с камерами, услышим их фидбэк, их планы, их мысли. И после всего этого добра я вам расскажу про новый состав. Так, давайте подключаться и общаться с ребятами. Что пошло не так? Я думаю, что мы изначально не стакнулись характерами, как люди не подошли к друг другу. Плюс нам не хватало опыта официалок, поэтому как-то такового прям хорошего результата у нас не было. И вот только какой-то командный вайб вместе мы словили под конец сезона нынешнего. Не получилось до конца продемонстрировать то, на что была способна наша команда. Но таковы реалии. Результата долго не было. И пришло время к изменению. Я бы не сказал, что что-то пошло не так. Потому что вначале у нас был один состав с другим тренером. Мы играли так, как нам не особо нравилось играть. Мы на это потратили сколько? 4 месяца или может даже 5. Потом немного поменяли структуру, взяли другого игрока. Начали много тренироваться, показали какие-то результаты. И как по мне, все было нормально. Ну лично, мне кажется, просто времени как будто не хватило. Со мной конкретно играли вроде месяца 4. Мы вроде только... Ну то есть до какого-то результата дошли. Но учитывая, что просто команда уже давно играла, это типа этих результатов было недостаточно. Какие ты сделал выводы, играя за нас? Выводы для себя я сделал то, что надо как-то пожестче себя вести на роли капитана в плане характера. Где-то нужно было, наверное, быть пожестче, где-то чуть настойчивее, где-то свое слово, чтобы было чуть более важным. Наверное, эти вещи можно из основного. А так в целом опыт интересный, положительный, со всеми в хороших отношениях. Наверное, самый главный вывод для меня это то, что тяжелая работа, она всегда окупается. У нас появился новый состав, ну, когда пришел Даня Рейган. Мы много тренировались, и мы хоть что-то показали. Хотя до этого не особо что получалось, и не особо были надежды. То есть если ты много работаешь, это рано или поздно оно окупится. Не бояться брать ответственность на себя. И то, что всегда можно лучше время использовать. Ну, более продуктивно, то есть для того, чтобы улучшить игру свою. Ну, и команду в целом. Как ты бы оценивал эти 8 месяцев? Я оцениваю как очень хороший период. В любом случае, хороший опыт с хорошими людьми. Некоторые перемены в команде тоже, которые могут и случаться в будущих моих командах. И спасибо Эрику за вообще этот период, за то, что дал шанс себя так проявить. Так что спасибо. Последние 3-4 месяца я бы оценил хорошо. Поначалу все было совсем плохо и печально. Сейчас, если оглядываться назад, наверное, последние несколько месяцев все-таки были не такие плохие, как первые. Я бы для себя это оценил как положительный опыт. То есть любое, что происходит с тобой, какие-то там командные действия. Это все для тебя положительный опыт. Ты можешь что-то из этого извлечь, научиться чему-то. Вот, в общем, я познакомился с хорошими людьми. Никакого плохого отношения нет. Всех уважаю, всех ценю, что я с ними знаком, играл где-то. Или просто общался. Вот, поэтому для меня это только положительный опыт. Приемлемый результат получился, потому что мы выиграли первую игру для команды. Ну, на Хел ТВ. В принципе, вышли в плей-офф и показали там какой-то результат. Даже вроде, ну, до призовых дошли. Так что, наверное, приемлемо. Так, ну и открывается такой вопросик. А где же еще 4 игрока? Феномен будет играть 1 в 5? Нет, он будет играть с четверки. Давайте я расскажу вам, что еще никто не знает. Я никому не рассказывал. Сколько же мы потратили на новый состав? Мы потратили 100 тысяч долларов. Такая сумма вышла на 4 игроков. И на самом деле это полностью мои средства. То есть это не спонсорские деньги, это не какие-то там вдолги. Это именно мои. Потому что я считаю, что если уж делать, то нужно делать прямо сейчас в моменте. На самом-то деле вот этот вот момент с дисбандом меня просто прогрело. И объяснил мне, что надо все делать с нуля. Поэтому в организации Сабишоки Спортс были сменены 8 человек. У нас огромнейшая рокировка не просто в команде, но еще в стаффе. Мы переезжаем в Сербию. Все. Кроме меня. Я буду туда приезжать раз в 2 месяца, в 3 месяца. Когда там собирается вся команда. Мы арендуем дом в Сербии, в Белграде на один год. Огромнейший дом, где вроде 8 спален, либо 7. У каждого игрока будет своя спальня со своим санузлом и так далее. Это реально как отель. И если говорить про амбиции, на самом-то деле я, конечно же, я беру свои слова назад. Говорить при первом составе о том, что мы выйдем на мажор. Уже на следующем мажоре команда Сабишок будет пробовать пройти на мажор. У нас есть меньше чем год сделать команду, которая сможет заполучить стикеры в CSGO. Это глупо, это было слишком амбициозно, неоправданно, инфантинно. Да, это правда. Но, давайте говорить трезво. Я очень буду рад, если наша команда пройдет в Челленджер. Сейчас мы в Адвансте. Я считаю, что если мы попадем в лигу выше, в Тир-2, это будет большим достоянием, которым я буду гордиться. Потому что в Челленджере это уже означает, что у тебя будет много матчей на ШЛТВ, у тебя будет больше рейтинга и игр против хороших команд. Мне нравится наша новая команда, потому что они с опытом. Один из них снимался у меня в ролике даже. Вот у меня есть ролики про молодых талантов. И на самом-то деле Донг вот сейчас вышел на сцену, стал MVP игроком. Вандерфул, который выиграл мажор. Монесси, который играет в G2, но он считается для меня лично одним из лучших игроков мира. И ему нужно просто поменять команду. В целом, все люди, которые снимались у меня в роликах, так получается, что они чего-то добивались. Конечно же, прокачка пока это не особо доказывает. Но в любом случае, как будто в это можно поверить, если ты шизоид. Человек, который у нас будет в составе, он снимался у меня в ролике. Я не буду говорить, кто именно. А подумайте, кто это может быть. Впрочем, нет смысла тянуть. Я готов назвать новых людей в команде. Феномен. Стиникс из Форс, Келлен из Форс, Ловикус из Ганфаев и Натинеки из Спирит Академии на месячной аренде. Тренер Невар из структуры Спирит. Менеджер Димарио из 9 панд. Новый Сеу. Гриша Дон, сооснователь Траско. Си-о-о, Сергей Майошкин, который ранее был Сеу нашей команды. Но раскроем и познакомимся с абсолютно новыми людьми нашей организации уже в следующем ролике. Но готов представить матчи, которые нас ждут. Это сюр, как будто какой-то медийный турнир из СНГ. Но нет, это просто адвансов. Будет очень интересно. Следите за командой в ее телеграме. А каждый из этих матчей я буду стримить на своем твич-канале Шок. Всех вас очень сильно жду. Ссылки будут в телеграме. С прошлой командой мы попрощались. Я вам рассказал, какая у нас история с новой командой. А сейчас давайте перейдем к другим темам. О команде вернемся уже, наверное, в следующих роликах. Когда мы сыграем свои первые матчи. Прямо сейчас мы разыгрываем 5 Джерси Сайбершоки Спортс. Конкурс проходит в телеграм-канале команды. Всего лишь нужно подписаться на телеграм и нажать на участвую. Ссылка в описании. Наверное, многие из вас знают КС Манни. Так вот, сейчас у ребят очень классные изменения. Так вот, они недавно выпустили обновление, в котором добавили скидку до 10% практически на все скины, которые есть уже на сайте. Акции закончатся уже 7 мая, так что успей воспользоваться этим продолжением. А еще КС Манни убрали трейд-бонус, из-за которого цены на сайте казались завышенными. Теперь сайтом стало пользоваться еще удобнее. Давайте возьмем, к примеру, АК-47 Блудспорт. Вот у вас на экране его старая цена и вот его текущая. И еще сверху вы получаете 10% скидки. Так вот, в целом это звучит заманчиво. Ссылка есть в описании этого ролика. Смотрите, это точно не история про деньги. Если ты хочешь прийти в киберспорт, открыть организацию, то ты фрик настоящий, ты дурак, там не заработать. Это просто имиджевая история. А когда есть бренд Сайбершок, когда есть спонсоры, когда есть медийная какая-то сила, не сделать организацию. Вот опять же, ты фрик, ты дурак и так далее. Потому что у тебя есть все для того, чтобы сделать классный продукт. А как вы знаете, я всегда занимался прокачкой МПК. Я всегда занимался привлечением аудитории к какому-то игроку талантливому. Я всегда хотел показывать... Я хотел всегда показывать талантов. И самое лучшее, что можно сделать в этом плане, это показывать этих талантов в своей же организации. Какая самая большая проблема на Сайбершоке? Спавны, да, вы скажете? Но нет. Дело не в спавнах. Спасибо, бомж. Дело в другом. Спасибо, бомж. Спасибо еще раз. Дело... Спасибо. Дело в том... Спасибо. Дело в том, что... Он специальный? Дело в том, что... Если сейчас заходит на проект слабенький игрок, он будет играть сильным. Это на самом деле не очень хорошо стакается. После выхода CS2 мы первые в мире сделали свои серваки. И мы получили тот трафик, который был на другом сайте конкуренции. Имея такой трафик про игроков, нам нужно это дело было закрепить. Так вот, мы пришли к тому, что у нас будут отдельные про серваки. Если человек, у которого есть приписка про, он будет заходить именно туда. А если кто-то из вас набрал 11 тысяч рейтинга, вы можете играть на этих же серваках. 11 тысяч рейтинга — это последнее звание у нас на DM. И мы хотим сделать так, чтобы сильные игроки играли между собой. Это будет нравиться всем. И если эта история зайдет, потому что мы уже это делали 2 года назад, либо 3, и это не очень хорошо получилось, в силу того, что у нас было не так много проигроков, как сейчас. Если это зайдет, то мы сделаем под каждый рейтинг свои определенные серваки. Чтобы не было бы такого, что вас убивало бы человек в спину, и вы бы потеряли 7 очков. Такого не будет. Релиз этой функции будет в течение этой недели. Скорее всего, пока вы смотрите это видео, оно уже на сайте. Делать в онлайне что-то это весело, прекрасно, и денег гораздо больше, конечно же. Но офлайн все-таки нужен, потому что я хочу прийти и ощутить, пощупать то, что я создаю, куда уходят деньги и так далее. Клубы полностью решают вот этот поинт, который у меня в голове появляется. То, что я устал видеть только цифры в интернете. Хочу что-то вживую. Мне нравится такая история вот этой экосистемы. Ты тренируешься на Сабишоке. Приходишь на Шелу ТВ, там играет команда Сабишок. Ты приходишь в какой-то клуб, и там он называется Сабишок. Ты заходишь на YouTube, смотришь какие-то видео с Сабишоке, там тоже Сабишок. То есть мы делаем реальную экосистему. И мне кажется, что в киберспорте, как минимум в СНГ, мы реально большие молодцы. Мы заняли все ниши. Мы даже свою СМИ открыли. Ретейк, кстати. То есть мне очень нравится история экосистемы. И экосистема не была бы полноценной, если бы киберклубов бы не было. То есть офлайн, конечно же, нужен. На самом деле, снимая такие ролики, вопрос-ответ, ты много чего наобещаешь, и потом можешь забыть и не сделать. И я очень хотел бы это дело исправить. Поэтому просьбу моим зрителям, которые смотрели эти ролики уже прям несколько лет подряд, пожалуйста, вспомните, что я вам обещал, что я должен был сделать, но до сих пор этого нет. Я очень хотел бы это все дело пересмотреть и сделать, чтобы полностью, можно сказать, обнулиться. И после того, как я это сделаю, можно будет наобещать всяких новых вещей. Буду очень рад это услышать, но только один момент. Про этот патулак я помню, да, я это еще должен буду сделать, да. У нас популярная практика рассказывать в таких видео про наши планы. Какие ролики должны выйти рано или поздно. Так вот, я готов ими поделиться. Но давайте сначала вспомним, что я обещал в прошлом таком ролике. Вот у вас сейчас на экране список. И зеленым сейчас отметится то, что я все-таки заснял. Красным то, что нет. Вот, поэтому я постараюсь все-таки доснять то, что я не заснял. И сейчас у вас на экране список новых роликов. Вот. В целом, как будто неплохо, да. Есть много интересных видео, о которых вы теперь в курсе. Если говорить про мои поездки. Я поеду в Кёльн. Он будет в августе на миллион долларов. Я поеду в Шанхай на мажор. Миллион двести пятьдесят долларов. И, скорее всего, в Риад. Там тоже призовой фонд, миллион долларов. То есть я очень меркантинно еду на турниры, которые только от миллиона долларов. Ну, просто, знаете, на самом деле, пока ты путешествуешь столько времени по странам, по турнирам, там все одинаково. Правда. Все одинаково от начала до конца. Было бы здорово, если бы что-то менялось. Но нет. Там всегда два-три магазина с пивом, одна и та же примерно сцена, один и тот же турнирный оператор. И сейчас я хочу поменять полностью систему того, что я буду делать на этих турнирах. Я хочу снимать больше лайва. То есть я не хочу делать ролик на 20 минут. Я хочу снимать больше. Я хочу делать часовые ролики с турниров. Вот. Поэтому я попробую сделать такой эксперимент на ближайшем большом турнире. Вроде в Кёльне в августе. А, кстати, еще буду... А, да, точно. Боже. Я буду на Б2М даче. Но я там не буду, наверное, снимать весь турнир. И я буду снимать просто какие-то отдельные интервью с ребятами. Очень хочу записать интервью с Адреном. Адрен, на самом деле, легендарный человек. В Казахстане это топ-1 человек по тому вкладу, который он сделал в Киберспор. На самом деле, это очень важный вопрос. Если говорить про оффлайн, я почему-то сюда больше начал ходить. Потому что уже как последние два года я меньше начал играть в КС. Раньше я играл просто каждый день. И мне очень нравится та история, когда проигроки просто забивают на себя. Вот этот оффлайн, он дает мне баланса. Я все-таки человек. И каждый из вас должен помнить то, что вы не созданы для того, чтобы сидеть на кресле и сидеть, смотреть мониторы, играть. То есть, каждый из нас должен все-таки не забывать, что он должен жить. Жить это равняется как минимум выходить на улицу. Если говорить про меня, то я на самом деле похудел за полгода на 20 килограмм. То есть, я вот сижу такой полный и думаю, подождите, я что, я вешу сотку? Я вот просто увидел эту цифру, которой у меня никогда не было в жизни. У меня рост 180, но весить сотку это уже too much. Все, в этот момент я решил, что надо это исправлять. Я просто начал играть в падал, очень много падала. И начал питаться правильно. Плюс поставил брекеты. А брекеты на самом деле дают возможность не есть, когда ты не особо хочешь. Потому что потом я хочу, потом все чистить. Ты не можешь есть на самом деле фастфуд особо, потому что брекетам это не очень нравится, когда ты ешь что-то тяжелое. Вот из-за этих факторов мне стало просто реально лучше. Я считаю, что лишний вес это как раз то, что тебя лишний раз нагружает. То есть, лишний вес, он у тебя не только визуально, но у тебя еще в голове, у тебя лишний мусор. Вот, как только ты исправляешь ситуацию в своем теле, у тебя одновременно автоматически все исправляется и в жизни, и в работе, и так далее. Для меня это было очень важно. У меня также есть приятные новости по поводу нашего сайта и вообще киберспорта. У нас есть команда своя, конечно же, но хотелось бы чего-то еще большего. И мы решили подписать какую-то команду в виде партнерства. И на самом деле выбор пал именно на Аврору, потому что они сейчас подписали резальта, они сильно усилились, выиграли три турнира подряд. И как будто в Австралии у них огромные шансы выиграть еще один турнир. Так вот, именно в Австралии через два дня у ребят из Авроры будет вот здесь написано Сабишок. Мы реально с ними запартнерились, и я думаю, что это классная история, когда Сабишок заходит в киберспорт именно как партнер. Будет очень интересно посмотреть за этим, и для меня теперь есть вторая команда, за которую я буду болеть постоянно на турнирах. Это Аврора и, понятное дело, Сабишок. Так, ну и, понятное дело, вопросы возникают. В какой машине я сижу? Последние восемь месяцев я катался на BMW M3. Я она стала реально популярной из-за своего цвета, из-за своей комплектации. Она была M Performance. Я хотел обновиться и выставил объявление на машину, и каким-то боком заметил объявление на M8, на кабриолет. Я никогда не думал, что я возьму такую машину, потому что M8 это то же самое, что M5, а у меня она уже была. Но кабриолет это совсем другое. И то, почему мне не нравилось M5, это визуал, потому что это таксикар. И второй момент, это то, что она четырехдверная. Я люблю купешки все-таки. А кабриолет это полностью другой кузов. Мне все звезды сошлись, и мой выбор пал именно на эту тачку. Я позвонил владельцу и говорю ему, слушай, у меня M3 зеленая, наверное, ты ее знаешь. Он говорит, да. Потому что она реально популярна, там около 15 миллионов просмотров за последние четыре месяца. К примеру, у нас ролик стрелил, где я в Apple Vision Pro сижу и катаюсь в этой машине. Так вот, я ему говорю, а давай я тебе дам M3, а ты мне M8. И он говорит, да, давай. Вот, и таким образом получилось так, что я обменял M3 на M8. Так, вот она BMW M8 в лютом, приятном синем цвете с белым салоном. У меня был выбор, на самом деле, из трех машин. Это 911, это R8 Audi и M8. Кстати говоря, про прошлую машину, я когда продавал M3, я ее продал за 11 часов вроде бы. Такой у меня еще не было. И один из самых интересных клиентов, это был Лобаника. Я выставил эту машину на продажу, мне пишет Лоба, сколько она стоит. В целом, все было уже готово к покупке, он реально был настроен, потому что цена приятная была. Но мы на этом моменте остановились только потому, что я обменял тачку. Сейчас у нас очень интересный момент. Перестройка команды, обновление на сайте. Я очень жду, когда наша команда продвинется. Сейчас, понятное дело, огромный на нее акцент. Если тебе все это интересно, не забудь подписаться на мой телеграм-канал Шоков. До следующего ролика и пока!